Я думаю, не подлежит сомнению, и мы должны это ясно осознать, что быть евреем только потому, что им нас делает антисемит – это очень плохая причина быть евреем. Конечно, я не исключаю из сообщества ни одного еврея. Конечно, я много, много раз сидел в тюрьме за евреев и никогда не спрашивал, ортодокс он или нет. И мне совершенно точно не нужно преподавать урок любви к евреям. Но что мне нужно, а также профессору Дершевитсу и вам, так это понять, что такое еврейство по существу. Потому что как быть с миллионами евреев в этой стране, которые не ощущают в себе ни капли еврейства? Как быть с молодежью Бостонского университета и всех других университетов – Массачусетского технологического, Гарварда, Беркли, Мэдисон? Молодые люди в этом зале, услышав про Холокост, скажут – «Это ужасно, мы должны бороться, чтобы ничего подобного никогда не повторилось». «Ни с кем, а не только с евреями». Вот что они скажут. Поэтому очевидно, что снова возникает вопрос. Зачем бороться только за права советских евреев? Почему бы не бороться за права и свободы всех советских граждан? Почему именно советские евреи? Почему мы зацикливаемся на евреях? Вот в чем вопрос. И это не потому, что у нас есть какие-то традиции. Бросьте. Вопрос в том, почему бы не быть просто человеческими существами. Вот на какой вопрос требует ответ молодежь. Папа и мама, почему я должен быть евреем? Я хочу быть просто человеком. Это вопрос гораздо более глубокий, чем проблема антисемитизма. Еврейство должно иметь причину, позитивную причину. Есть только одна причина, и это причина Тора. Конечно, в рамках Торы могут быть различия, и они есть. И моя критика профессора Бариланского университета вызвана не его взглядами, а тем, что это либеральное ортодоксальное учреждение не разрешило мне выступать в его стенах. Когда меня пригласили студенты. Вот почему я их критиковал. Так что еще раз повторяю, мы должны быть честны с собой. Худший из грехов – нечестность. И Бог простит нам все грехи, кроме лицемерия. Им нужен честный ответ на вопрос «Зачем быть евреем?» Если мы не дадим ответа, то потеряем наших детей.